Н и И снова Н и И, верно? Да Так, и что еще в раме? Второй или с какой? Вверх-вниз Вверх-вниз, а не вниз-вверх? Вверх-вниз А почему не вниз-вверх? А не важно Почему не важно? Не важно Вроде, может, не важно А на вере? Не помню Горизировал на место, да? Ха-ха-ха 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 Ставсу Фомоха, ну а Ха-ха-ха Н и Сидмана Сверх-вес 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 Ну не важно Так, короче, решаем какую задачу Пусть решают, ладно? Отлично Ну и еще домашнее задание А, домашнее задание Что получилось? Тоже Слагаем, это было представление Маши с Паулемой записать Новые там учеты Вы записали особые Да, нужно было На газонный компьютер Записать через Спинный оператор И заряд А Ну пока Попытаться Ну, мы не пытались Ха-ха-ха Честно говоря, я сам не знаю Что-то Ну, возьмем Галентиан Хаббардов Как бы он сказал Точно это точно не решает Но мы их возьмем Сейчас и решим ее точно Опроверьте Бендущий вам Не вижу энтузиазма в глазах Галентиан Хаббардов Точно решение не допускает Точно 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 Держим Готовы Да Ну, здесь мы возьмем всего два узла Иначе мы точно решим Но для двух узлов Когда у вас состояние Сколько нам будет состояние Если всего два узла Присчитайте, пожалуйста Четыре Нет, не четыре Три Сейчас наберем Немножко 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 Дегранизуем Найдем Собственное значение Нормально? Вот два узла Узел Какое будет значение? Узел 1 Хороший вопрос И узел 2 И рассмотрим Разумеется Такую систему Где у нас Два узла И два электрона Если у нас электрон всего 1 То это слагаемо Оно типа Всегда будет нулевым Согласны? Если электрон 1 Если электрон не 1 То тоже очень интересно Здесь 1 Тоже слагаемое нулевое И Матрица будет очень простой Она легко диагнозируется Можете сами Увидимся в этом месте Электрона 3 То Легко можно сообразить Так А что мы стреляем? Ничего нет Ничего не будет Электрона 3 Да Электрона 3 Как вы легко Можете убедиться Матрица 1 Эквивалентно Одному электрону Потому что А 4 электрона Эквивалентно От полных Отсутствуют Потому что Когда у вас 4 электрона И так Когда у вас До кинетичной Переработки будет Короче Раскладываем Самое интересное И самое Подополное Когда у вас Электрон 2 С N Ранонгумы И нужно просто Посмотреть Каким у нас Состоянием Выбрать Двухлудельные Стояния Тюрьмя электроны Построить Матрицу Диагонализовать А потом Долго Распушать И Постойм Поисокое состояние Ммм А спина считается? Конечно Ну 4 встанет 4 встанет 4 встанет ОК Вверх Вверх Вниз А это не такое что ли? Ну я сначала так Запишу грубо Вверх Вниз Потом Вверх 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 Потом Ну и поражение Ну три получается Ммм Ну Вверх Вверх или Раз dell Низ Что Знаю Хорошо Хорошо Так Хорошо Мы Немнож ARE Вот Этим Состояние Если мы подействуем И Какое состояние у нас получится? Естественно оно не будет в собственном состоянии Просто так, если мы подействуем h на верх-вниз Вот точно, что будет? Вот первое, у меня буква t у меня тоже от индекса зависит не будет Если я распишу первое слогаемое китическую энергию просто распишу сумму то как она будет выглядеть? Смотрите, это будет t здесь c1 вверх c2 вверх вот первое слогаемое да? плюс то же самое снизу c1 вниз крест c2 вниз плюс и, собственно говоря, только два спадаемого хаминого сопряженного к этим и все то есть когда иергинический станет c2 вверх крест c1 вверх плюс c2 вниз крест c1 вниз все вот вот это у нас 1 это 2 так какие операторы сработают при действительном состоянии смотрим сюда у нас у нас находится электрон со спином вниз ну я должен вы понимаете что я просто сокращаю поэтому первое и первое слогаемое точно не работает а второе работает второе она уничтожает электрон в этом состоянии и рождает электрон в состоянии вниз на первом усле что же это будет такое у меня результат получится ну если будет тренинная комбинация ну в числе одной из функций тренинной комбинации будет состояние где у нас там уже для 1 2 электрона обозначим ее вот так 2 а после этого ничего не будет 2 0 вот так не обозначить вот это состояние здесь не привилитить потому что ну 2 0 и 0 2 эти состояния должны быть в общей базе и то матрица будет состоять из 6 элементов других на самом деле нет можно на самом деле даже из 6 а поменьше знаете почему не знаю почему я не знаю почему я не знаю а ну так вот а сейчас просто надо просто нужно взять поставить матрицу 6 на 6 и и и как раз завар местечко у нас передо место с каком палец Раз, два, три, четыре, пять, шею, двук я помахну. Так, мы получим, здесь у меня будет вверх-вниз, здесь вниз-вверх, тут наверно будет вверх-вверх, тут будет скорее всего вниз-вниз, тут 2-0, тут 0-2, отлично, просто так, не слышно, что тут у тебя есть, да? ну, а вы если у вас будет, ну да Так, ну и перед тем, как вы считаете строгомазочные элементы, вы сами понимаете, вы считаете их не умеете и вы считаете много ошибок, просто просто сообразить, что я сделал, я подействовал на вот это состояние, получил коэффициент вот это, из этого исследуют, что вот такой обматочный элемент не нулевой, можно просто обозначить те обматочные элементы, которые будут не нулевыми, ладно, просто обменируем жирненькими, чёрточками и посмотрим. Так, ну а как мы делаем, мы просто по очереди его начнём, мы на эти состояние действия, на эти документоны и узнаем. Итак, я точно знаю, что, на карте грибовый репорт, это действие нейр, это дает два нормы, это кинопатическая энергия. Так, при действии, а вот так вот делаем. Тут, в том, что я начинал. Всего здесь, в холодильнике покупать не надо, сейчас я не понимаю, я буду обречивать. Так, сначала, опять же, перед бедом. Простите, спасибо. В холодильнике сегодня готовность покупать. Что такое? Ну-ну. Может ли вы ему не сказать? Готовьтесь, переходите с этой ферменной палочкой, в таком месте меня, в любую герману. Вроде уже пора. Что? Модельцы заготовлены. Можно уже вызывать на дискетку. Смех. 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 Я, наверное, не готов. Я не зарпалщик. Ха-ха-ха. Короче, давай-ка, вот. На ОТ, смотрите, мы подействовали, у вас, у вас. А вон их доске готов выйти. Он готов выйти, у меня уже будет, чтобы у вас не остановился. Смех. Так, короче, вот эта, слагаемая дала 1, придется на это состояние. Второе, дала 2, но третья без того висти, что вы встретили, она первый трат у вас уничтожает литон со спиной вверх, и рождает литон со спиной вверх, То есть получается 0,2. То есть я вам сказал, что вот этот маточный элемент, и вот этот маточный элемент они не любят. Потом мы как-нибудь отдельно пишем. Так, ну и последнее. 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 Вот эту функцию будет. Да. И так аналогично со всеми остальными. Первый столбец я приготовил, второй столбец в боевую. Давайте подумать. Посмотрите, проанализируйте. Кинетическая энергия точно такая же. А, потенциальную энергетику написал. Ну извините, пожалуйста. Давайте напишу потенциальную энергетику. n, что там у нас? n1 и 2, да? Там тоже можно сумму раскрыть. Плюс n2, ой, гоню. n2 внизу. 2 вверх, n2 внизу. Легко заметить? Легко заметить. Так, что у нас такое заметить? Уважайте, давайте посмотрим. Ну, вот мы с первым столбцом как бы не до конца разобрались. Я обозначил те клеточки, куда будем выдавать так индийская энергия. Я даже напишу, что здесь буква n. Здесь будет нечто напосканальное t. А вот потенциальная энергия, v, v, с ладостью не застыли до конца. То есть нужно подействовать еще v, t, скобочкой на n-то состояние. Ну давайте действуйте. Это же просто. Ну, чего равно? n1 вверх и n1 вниз. В значении этих операторов вот в действии на эту функцию. Эти функции являются диагринальными. Вот в представлении, когда у нас n, ну, в представлении числа заполнительная стрелка вверх обращается, что у нас состояние на 1-м узле, спрессе спина положительной, запомню вам единичка. А соответствующее внизу будет 0. То есть вот это будет единичка. Это будет 0. Поэтому воздействие будет 0. Аналогично здесь. Это будет 0. Это будет единичка. Тоже 0. Следовательно, у нас действие потенциальной энергии на вот такое состояние будет 0. Когда она будет очень 0? Так, когда 2 на 1-м узле. Как? Когда 2 на 1-м узле. Следовательно, можно сразу же сказать, что действие потенциальной энергии будет ненавирус только вот на этих двух последних столбиках. Это будет диагринальный маточный элемент. У нас будет только здесь и только здесь. Всё. А вот в основном мы про театру потенциальной энергии забываем. Кстати, чему она будет равна? У. 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 Мы действуем через конденцию, где холодно, в состоянии, где у нас на узле 1 и на узле 2 находятся электронные сонотразные спины, да? Ну вот там, где две стрелки вверх и две стрелки вверх Так, вы понимаете, что мы делаем? Нет А, мы берем эту функцию, стрелка вверх, стрелка вверх, да? И действуем на нее третьим операциям, третьим, тоже сколько здесь написано И смотрим, какие из остальных функций получаются Если получается она же сама, то ее тоже нужно будет, только диагональ командующий элемент все нормально Вот диагональный вызов стрелка вверх Какой операций ты делаешь вкладку? Вот первый Первый, вот этот? А, блин, я делал вторую функцию Хм? Есть ли я? Есть Да Вот этим слагаремом, под действием на эту функцию У меня в состоянии 2 уничтожатся электрон Все правильно, там он есть, есть что уничтожать В состоянии 1 родится электрон точно Еще один, а там он уже есть На сморке на разной узле находится электрон Два электрона с одинаковыми родителями спина Нет? Не может Почему? Правая В принципе, правая Поэтому нет такого Правда 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 Прошел и все запретил Так, ну ладно Какие разрушенные Тогда первая внест должна быть стрелка, вторая внест Первая внест Так еще есть такие? Нет Нет Все То есть Кинетическая энергия Она не дает стрелки В этой фотке Ноль, 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 ноль Да, мы вообще не знаем, что нам уже Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха 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 Может понять, если мы структуре Полная проекция спина Не меняется Сохраняется Кинетическая энергия Францентральная тоже Такая была, так и осталась Цельно у нас Вся гадминция оператора Будет разбита на блоки Соответствующие полному z Вот здесь Полный Здесь Плюс Ни с чем не смешивается А вот все остальные Полный z равен нулю И они смешиваются друг с дружкой Вот такая вот То есть можно было Переномеровать эти столбики Строчки Так, чтобы у нас Рядочком находились Состояния с одинаковым Я догадался Сделал Ну выигры Догадался, конечно Но не стал Все, поехали В следующее расстояние Берем Тут уже Они будут Непременно смешиваться Разумеется С Да А тут, между прочим Вот То, что не подчеркнуто Все я тоже Рядом дополняю А вы суммите Если что, вы так не получите 0 0 0 естественно 0 Разумеется Так, здесь у меня стоит У Тоже 0 и 0 Запишу Потому что они Другие смешиваться не могут Так Так Последование Матрица 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 6 на 6 Матрица 4 на 4 Но Это Хорошая новость Плохая Те Незаблонные Ныточки Их А 2 0 Тут у нас будет Оператор H И здесь будет 0 Вверх Вниз Как я уже упоминал V8 Матрица Третий Вверх ислый А Я знаю Какое Это разумно Подумаемся только T Здесь 2 А А Здесь какая то комбинация Третий Третий Не третья, вторая часть, да. Третья – это состояние 0,2, понимаем. Вторая, то есть здесь C вверх, 1 вниз, C, 2 вниз, здесь будет состояние, вверх, здесь вниз. Вот так. И чему равен этот матушный вид? Ладно. Чему учат это? Что происходит? Т. Ты это написал? Все, все. Ладно, если кто-то будет не фермерский, а розовский пират, к чему бы украина матушный ответил, пожалуйста. Первую букву? С. Ну, это, ну, это, первая часть. Чего? Не видно? Не из ответа. Из ответа? Как действует годовский оператор, знаете, на функцию? Ищет. Вдруг кладу забудет. Вот так, C – это фермерский, A – это бодусский. А – крест на функцию. Число в заполнении M – это будет корень квадрата из N плюс 1 на N плюс 1. Вот. У нас здесь произведение, ну, если бы это было бодусская функция, это будет совокупность числа заполнения. Вот. Состояние у нас сколько? Состояние у нас четыре. Четыре? Одному из них состояние четыре, нет. Одному из них состояние два, два воз два. Вот. Здесь у нас тут получается, если здесь один вверх, один вниз вниз, два вниз, два вниз, два вниз, вот если вот так вот так формирую, то вот эта вот многочисленная функция будет числами заполнения, здесь один, ноль, здесь ноль, здесь один. Вот так раскрывается функция весь вниз в присоединяющейся заполнении. Два ноль, например, это будет представлено так, один, один, ноль, ноль. Правильно? Ну и вообще произвольную функцию можно… Так, в присоединяющейся заполнении представляется как бодуски с антиферминических функций, многочастичных. Так вот, если бы это было бодусская, бодусская оператор, то цель 2 вниз подействовала бы на эту функцию, получилось бы ноль с коэффициентом и ни. Вот. А действие на функцию один получается просто функция ноль. А крест действие на ноль получается один. Просто полоски функций не могут еще дальше и даже дальше его уже всем исключить дальше уже не могут. У нас цель здесь вот ноль получается ноль, цель есть вот ноль по нему. Вот первый оператор уничтожает эту единицу, получается ноль, второй оператор вот здесь вот из нуля получает единицу. Но у нас, как и у оператора ферминические, не бодусские, поэтому тупо говорить, что этот малосемент правильный действие нельзя. Нужна. Какие-то мы говорим единицу, по самому, да? Это плюс-минус единица. Ну, как договоримся? Как договоримся? Плюс единица или единица? Это важный момент. Плюс надо брать. Плюс надо брать. Плюс надо брать. Ну, а пусть договариваются так. По-моему, можно делать. подсчитывать количество единичек между этим и этим, и это будет сумма такая. Сумма n. И в качестве множества будет вот такую величину, вроде бы так. Вон, да, универсу са на вселенной странице написано. В нашем случае у нас сумма равна нулю, да? Ну, да, универсу са на вселенной странице написано. Поэтому мазочный элемент равен 25. И фиксу са на вселенной странице. И фиксу са на вселенной странице. Отлично. Просто прекрасно. Не универсу са на вселенной странице. Следующий мазочный элемент в этом столбе. Ну, собственно говоря, они по-моему. Так, ном 2. Вверх, а драмы до мультона, а здесь вверх-вниз. Я сразу же возьму и разбишу состояние. Вот при строительстве заполнения. Вот эти обозрения, которые мы написали, они компактные и... И где-нибудь плавные? Не, они как сказали. Ну, в общем, очень наглядные, хороший наглядный смысл умеет. Но, строго говоря, я должен приступить на выполнение. Все состояния. Первое. Вот те ответы. Нет, правит. Воку Т еще вот там. Правит. 0, 0, 1, 1. Здесь, как вы мне говорили, по-моему, строительство. Такая мастербатор. С, 3, 2, 3. С, 1, вниз. И здесь, ну, то же самое же было. 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1. Пункт. Во! У! Пункт. Продолжение следует. 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 Ну ничего не правильно, это мотостильник Минус Т Минус Т У нас между этим и этим Минус находится, и она Никогда не убирает, поэтому вот это Эта фаза получает сразу минус Т Это непонятно, как вы считаете этот минус? Минус 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 Короче, у меня задействованы вот это То есть, меняя эту оператор, меняя вот эту Я вытачивал заполнение, да? Нужно вычитать количество ритмичек между ними И минус и ниц в степени эту сумму Сумма либо четное число будет, либо нечетное Здесь у нас было четное число Собственно говоря, какое? Там 0 едет чем-то Часто Ну 0 куда? Да У него А здесь Нечетное 1 Минус 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 Т Минус Я точно знаю, что где-то минус там должен быть Потому что если делать Забыть эту фазу, то получается неправильный ответ Ну как неправильный ответ? Матрица получится похожа, но другая Собственные соединения будут точно такие же, а у нас собственные вектора Ну и последний, то что последний? 0,2 А Разменить след С Так 0,2 Это будет 0 1,1 С Цель Весчетное Цель Весчетное 0 1,1 0 Ну и здесь будет работать какой-то 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 Последний Первый он уничтожает Да Последний, то есть Здесь Если смотреть Смотреть Сюда Тут будет 2 А здесь будет скорее всего 4 Да По второму уничтожаем 4 Ну и тоже минус Ну все-все Матрица готова Матрица готова Все молодцы Понятное дело, что Тот Подготовлен Влево Вверх Тому Получается В чем А Да Вот так Понят А Здесь Ростеры, здесь Половство Нормально 2 Все Матрица готова Можете поставить Восстать на знак 2 2 Два ствола свинья занимается уже слабаяACKA кинг У Это важно Два собственные свинья уже就是 аст Haw looking Двое есть Это первое есть ты сиди, издина? ТРОЙ ТРИМ У Нет, ты тоже не прилег. Ну ДВА те кто там у нас два столбца, которые еще не смешиваются Объединяем и поддельем логе, едут два способных значения, нулевые. e первое равно, e второе равно нулю. Я уже что-то значение написал. Прошу его способные функции. e первое это будет вверх-вверх. e второе это будет вверх-вверх. Ну а чтобы оставшиеся четыре найти, нужно взять и диагнозировать. Я вот что думаю, можно двумя способами найти, можно потерю возмущений, а можно строго. Строго. Правильно. Строго. И теперь вы начнете сами понимать, что ваша знания. Так. Ну, я просто возьму сейчас и сожму эту палку, чтобы не так она убого выглядела. Сделаю внимание, если сожму сейчас. Переписывай, если бы не было. Ну, легко перейтишься. Да, кстати, пока вы переписываете у себя, а я. Можно ведь догадаться, но можно догадаться, а легко догадаться, какие будут собственные значения в пределе террации нулю. Если у нас синетическая энергия выключилась, да, и имеют только потенциальную энергию, то матка соль очень простая и собственные значения тоже есть перейти. Какие? У. То есть, если у нас нервного смешивания нет, то система представляет собой два уровня. 0 и у. Вот два собственные значения равных у, и четыре собственные значения равных у. И здесь вверху состояние с двумя электронами, по-моему, здесь, а внизу четыресты, то есть состояние с одним электроном. Понятно, да? Вот, собственно говоря, и хотим узнать, как это произносится, если мы начнем трет включать. Вы уже знаете? Вы уже считаете? Нет? Берется дистерминат. Да, состояние нулевых останутся. Да. Два состояния нулевых останутся – это очень мудрая мысль. И здесь есть ее все. Понимаем. Так вот я блок выписал соответствующих колонн. Вверх, вниз, 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 вверх, два, ноль, ноль, два. Ну, если бы вы сами хотели, строго – это строго можно. Чуть-то бы выкровно скрывать, но там ничего сложного нет. Руни еще в этой степени все уменьшать, да? Так что, вот. Стой. Другой тоже, сразу. А два других – ватратное умение. Ватратное умение. Ватратное умение. Угу. Да. Ватратное умение. После, 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 после. У нас два состояния. Вот здесь я уже задействовал. Они не задействовали, они оказываются невыдвержны для оператора Хаббла. Кайбла выливаем, где-то такие, где-то такие остальные. по строке расставляет нам шо? по столбцу! вы че по столбцей? по строке лохи раскрадывай так! Так! Я за ногу ее называю. Не надо сполкаться. Формальный клуб надо развертывать. Она применима здесь? Конечно она всегда применима. Нет. Она применима, когда у нас правила помутации. Ну это когда блоком. Нет. А. Это через сигнатуру. А, через сигнатуру. 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 Ну, реально. Здесь мы поставим. Здесь минус е. Здесь минус е. Здесь минус е. И раскрывать. Четыре не достаточно резко раскрывать. Кое-то вообще не раскрывает. Не постолбцами по структуре. Ха-ха-ха. А он хочет туда скрипнуть. Ха-ха. Может нет. Ха-ха. 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 Вот эту. Третью часть тоже можете стирать. А блин. Димоши быстрого математики. Хм. Хм. Что-то. Я придумал как можно без раскрытия. Нет. Я тоже знаю. Как-то? Ну, как бы интенсивно очевидно, что нужно просто пальцем нанести, может быть, делать это. Не, а что, если помедлить, если помедлить на эквендации, да, вообще всё будет сильнее. Не, а это всё проще. А что, ещё проще? Неоганализовать нельзя. Вот. Нельзя. Распирай, распирай, давай. Потому что, давай, ка-ка-ка-ка. Да, блин, хотя бы вот это опять можно исправиться. Как же? Ну, как-то умножить на минус один, так? Не понял ещё раз. Чё, как? Ну, видно, садим всё умножить и сложить. Так нельзя, что ли? Не, 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 не. Само себе, ну, как раз, хоть одного-то избавиться, но попроще будет. Чё? Да, давай так уж. Как? Надел на ёлок. Пусть окна это делаем. Может. Короче, ладно. Не, ну, если, можно делать линию комбинации, кусочек, ну, тогда у вас просто нулевые испортятся, потому что, типа, а нулевые испортятся, а где я всё равно же по этому столбцу буду раскладывать. Ну, как раз с вами всё равно всё уйдёт. Всё равно всё вычёркивается. Ну, короче, я хочу сделать по двуму раскладывать, по трёх. Да. Понятно. То есть, берёте, тогда, чё? А вот это на минус один умножить и сложить с этим. Выучить с одной из другого. Да. А вот это, то запуск. То есть, то есть, ну, тогда партия даёт добра. Партия нет. Ха-ха. Правильно. Ну, это отличная правда. Время будет. Потому что, тогда у вас, если вы живёте. Блин. Тринантрия подвисит будет, нет? Вот такая остаётся. Ну, а я у меня только это вообще. А вы чё, ещё в уме открываете подвисит тринантрия? Неа. Тогда ещё и днима. Чё тут? Вот, первая строкия. Звёздочка ещё. Звёздочка. Да чё, надо же раскрыть. Надо же где-то. Ну, никто раскрывается подвисит тринантрия. Так, блин. Звёздочкой можно же раскрыть. Нельзя. Нельзя. Только 3 на 3 можно. А, да. Так, он первый, но я так же поделюсь, и 3 на 3 остался. Вот так вот. А, да. Звёздочка, так звёздочка. Зашёл. Блин. Я можно сделать чуть-чуть. И вы, если сложить третью, четвёртую нычки и третью, четвёртую нычку. А, да. Вот, да. А, да. Да я в математике уже посчитал сейчас. Я уже думаю, чё я в математике уже посчитал сейчас. Ну, давай. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. Не, вот это вот. Такое у нас осталось. То есть, ты измиристки не просто. Короче, звёздочка рисковать, да? Да. А, да. Я просто смотрю и тут всё. В нулях. Вот эти два нуля. Это только минус. Это остаётся. А ты в нуле побольше простите. Это тоже остаётся. Ладно. Да. Нормально. Или никакой премьер. Только правильно можно сделать. Первый. Первый. Я не пошёл. Так. Плюс T. Ноль. Плюс T. Ноль. Трисц. Ну, то есть S тем. Трисц. Ну, тоmişочка, не буду. Толятичка сбывать? Трисц. Также я заботащил. Я не промахнулсь. Я не промахнулся. С темой, то есть осет. Как на всё engineering? С parlamentарета тем. Остаётся на ноль. Завидчик С. Ост to есть л Topch office. Многие, ну 3 T, 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 T. Давайте каждый подключить вашу support. Я хотел, мне сказали, что это бесполезно, так, чем слушай, что ты делаешь. Разбить на два пределителя, она уже про АРМ сначала. Да ладно, сейчас уже засчитаем. Ну, это не территорное перезорвание, это я поделаю. Нужно авто с 7-4, вот это. А, и звёздочка, не вон звёздочка. Ну, вот так и звёздочка. И последний. Не могу это сделать, у меня уже ответ на все. Приятный блок, а друг друг неправильно. Так. Так. Надеюсь, посмотрите, мы предлагаем, они не взаимно уничтожаются. А-а-а-а. Сейчас еще. А почему он с минусом встал? А? Почему он с минусом встал? Кто с минусом? Ну, это третий минус t. Кто с минусом? А минус единица? Нет. По степени М плюс один. По степени М плюс один. По степени минус один. По степени минус один. А, да. Конечно. Что-то не важно. И четверо в первой стакане, ну, а что ты живешь? Чёрт. Задим. О, второе, третье. Задим, мне очень нравится. Какой-то у нас есть. Звёздочка. Не обманят. Емун, это какой ответ? Да, у меня, что, четыре копии. Нашел четыре собственных значения. Да нет, что-то не знаю. Блин. Ну, тут я не знаю, не знаю. Ну, тут я не знаю, не знаю. Найти к нулю, найти еще е. Ну, смотрите, давайте. Первое, если живет. Если что, мы заставим какой-нибудь предел. Эээ, если, что, если первая сваляемость в перечень, то е можно вынести, она уже будет вынести туда. У минус е можно вынести. И их будет разнообразно. То есть, относительно е остается сколько? То есть, пишите, 0 на у минус е. Так, и что сколько сейчас будет у нас? Минус еу плюс е квадрат. И что там еще? Минус е квадрат. Вот что я точно знаю? Что я точно знаю? Что я уверен? То, что, действительно, ну вот нужно применять нулю, да? Я тут, что-то хручил. Ну там. В корне квадрат уравнения скажут, собственно, значение важно. Так? Да. Один корень нулевой, один корень квадратный у. Вы получили. А еще два из квадратного уравнения. Решили квадратное уравнение? Если получится правильный ответ, значит все правильно сделано. Но если не в данном месте, то мы в другом месте пойдем. Вот так вот пойдем делать. Е квадрат минус еу минус е квадрат на нулю. Е получается не первое, а второе. Аня? Тридцать. Тридцать. Аня? Тридцать. Аня? Тридцать. Тридцать. Тридцать уже стоит. Тридцать. Тридцать. Это будет одна, конечно. Скорочка. У. Плюс и минус. Скорий квадрат. У квадрат минус 4, декмадратэ, декмадратэ? Минус 4 это квадрат. У. 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 Тридцать. Вот так. У квадрат плюс минус, здесь будет корень у квадрат на 4, плюс т квадрат, так далее. Потом это проще стало, но не проще, вот так вот не смотрим. Смотрим сюда. При t равном нулю мы получим что? 0 и u. Да. То есть вот, давайте попробуем. Вот как это картинник, из каждой картинник, я добавляю. Одно. Нет. То есть это будет e, e3 равен 0, e4 равно u. Вот я добавил e4, добавил e3. И еще, как это что? Где они будут находиться на этой энергетической диаграмме? Третья. Легко заметить, что одна из них будет выше, чем u. Соответственно, там плюс работает. А другая ниже нуля, знак минус работает. Верно? Принцесс применящийся в друге, конечно, придут в 0 и в u. Но где-то здесь и где-то здесь. Это же дор, это же прекрасно. А это похоже на ответ? Это правильно. В hints и не так, конечно, получилось, ладно? А где нам? Тихо, тихо. Водового 16-й квадф utilizar на 4-й. Опа! Изго chez ниже пок sup�� не так, тихо, тихо. Значит не правильно? Нет, это важно, потому что я начни его поставлять и у меня зайдется. нам же одна вторая а мы тебе одна вторая не получатся а почему там тоже одна вторая есть а мы тебе одна вторая не получатся что такое ЕБ ну это Е просто где она пишет а вы определите рассплайте explain D explain D быстро а потом факты и сделайте факты магнифай факторы 100% а 2 сейчас что фактор ну процент конечно фактор процент ну ладно вот что 4t квадратного не знаю по всей видимости ну вот это уходит скорее всего тут тоже Е есть плюс Е есть но еще довольно не степенится поэтому прорадовался все я помню здесь здесь 4 получается да здесь здесь 4 здесь 16 здесь 4 здесь вот так важный момент такой 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 какой какой вот у нас получилось 3 слик слипчихся состояния два из них мы знаем собственные функции а вот третьего пока не знаем вот две собственные функции из них вот вот такие вверх-верх ну вверх-верх нестинься такая из них третьих ну тут придется принести собственные я хочу отсюда матрицы соответствующие Е равны нулю как вы как делаете знаете это собственно реактор конечно там теагональному виду не понял что нужно для матрицы ну к теагональному виду привести ну привели теагональному виду вот теагональность 5 числа 0 и вот эти вот эти быстрее по теагональному ну ну а ну ну короче он так и составится вот он такой звездочка 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 ха-ха-ха-ха ха-ха-ха так матрицу давайте допишу при Е равном нулю при Е равном нулю матрица будет такая ноль-ноль э-э-э ноль-ноль ноль минус Т минус Т Т минус Т У ноль Т минус Т ноль У Т минус Т все плахи чисты у нас были операции А В У компонента и вверх ноль ноль В1 минус В2 плюс УВ3 В1 минус В2 плюс УВ4 То есть здесь у нас В3 плюс В4 Если мы инвестируем В4, то мы получим, что В3 минус В4 Поэтому В3 В4 нулевые, поэтому хватит Собственный рекорд играть компонентой 1, 1, 0, 0 Нормированный будет из компонента И как я делал там, а это будет как раз в С3 В С3 будет, внимание, какой вид нам будет Единственная точка из двух Это состояние, и это состояние со знаком плюсов Вверх-вниз плюс вниз-вверх Теперь мы должны показать пальцем Вот они, вот они, мы должны записать Есть такое, они вам знакомы? Стрень, нет? Да, здорово Так, где они у вас все? Черт, не делай Ну, это история Стрень Стрень Которые образуют три предприятия Энергия у них не меняется При действии этого оператора Хаун У нас двухузельные системы, да? Причем, все они у С2 и С3 составлены из тех состояний Где на одном мусле только один микрон Один микрон Верно? Сейчас попробую сам еще Так То есть можно забыть про состояние верхней Все, и если есть компонент, то нет Против исправления Ага Ага Сейчас сейчас Круто Это функция Когда на одном мусле у нас спинт вверх, здесь есть Противация спинт вверх Проекта спинт чем равна? 1 1 А полный спинт чем равен? Ну, можно ли выгодить по-полнски? Значит нет, второе. Когда у нас состояние, естественно, на одном узле, там электрон, и там электрон. Следовательно, у нас... Блин, слово... А, да, на первом узле спина одна вторая, на том спина одна вторая. Мы можем прийти к полному спину, полную спинку из-за чего не можем понимать? 0,1. 0,1. Так вот, это три штуки, это как раз три функции, соответствующие спину обменчить. Пси1 это 1, полную спину, 1, проекция спины. Пси2 это 1, минус 1. А кси3, вот эта комбинация получилась у нас, это 1, 0. Понятно, да? Хорошо. Это не самый важный вывод, самый важный вывод 3. Он касается состояния с наименьшей энергии, которая у нас получилась. Ну, и вот, конечно, немножко более громоздок. Ну, опять, мы берем состояние с наименьшей энергии, да, придется его взять. Вот такой страшный квадратный город. И найдемся в билету. Да, найдем. Нормально найдемся. Так. Так, 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 так. Я просто думаю. Нет, наверное, у нас есть математика, да? Я знаю. Кто-либо сразу же нам будет? Нет. Велетки степени ищут. Так, так, так. Так я только, знаете, что сделаю? Я квадратный кольку его обозначил, а? Чтобы не таскать ни... Вы бы его обозначили квадратный кольку. Юст малоинтересованный. Юст малоинтересованный. Ха-ха-ха. Трудно знать. А вы любите другу? Да, точно. Мы только обновились в вашей плате. Ха-ха-ха. Я какой-то модель фазы. Ха-ха-ха-ха-ха. Назовались в вашей плате. Символов урбали. Да. Так. Понял. Убополам. Минус. Убополам. Минус. Весмолода. Минус. Т.е. Е. Нужно пятый, это у пополам минус, поэтому здесь будет на плюс. Так, здесь будет тоже 0. Дальше, t минус t. Здесь нужно из u вылечить е, то есть будет u пополам минус 0. И t минус t, 0, u пополам минус. Правильно, почему нет? Правильно? Ладно, я бы можно подумал, что сразу же, в других случаях, когда у нас у, не могу говорить о том, что ты. Иначе просто наградность нужно потерять. Считаю, что t минус по сравнению с u. Да, мы это конечно будем выручивать. Так, 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 так. А, ну если у нас у маленького сравнению с t то совсем просто. Или нет, не очень. Сейчас разберусь. Мы получаем, что? В 1 минус v 2 плюс 0. В 1 минус v 2 плюс 0. В 1 минус v 2 плюс u пополам плюс a на v 3. Так, v 3. И знаю. Давайте вспомним конец. Т.е. я выписываю всю систему, но почему-то мне не проповедует. Вернайте. Минус 2 по половинку леса на В2 минус 5. В3, В4, В2. Так, сразу же всё, как я говорю. В3 на 24. В3 на 24? Почему? С первого. Очевидно. Что, правда? Нет. Как нет? В3 на 24. В3 на 24. АВ1 минус 2. АВ1? Вернам минус 2. Почему? В последний. АВ1 минус 2. В последний. АВ1? АВ1. АВ1. АВ1 минус 2. В3. АВ4. Ну, осталось только с вопросами, нужно найти между В1 и В3. Ну, из первого, в 1. Дальше, в 1. 2ТВ1. Плюс У пополам. Плюс АВ3. Можно найти между ними соотношение, можно даже атомбировать. Но важно то, что при У много больше, чем Т, у нас А примерно равна У. Правильно? Оба. Так, поэтому скобочка примерно будет равна У. И поэтому приближенно получаем, что 2ТВ1 плюс У на В2 равно Лю. Т немного меньше, чем У. Поэтому В3, В1 будет немного больше, чем У. К нижним состояниям заменится путь примеживого состояния с переносом заряда, когда у нас 2ТВ1 на одном усле. Но чем меньше у нас перенос, тем вклад в этот вес будет меньше. В пределе, когда у нас ТВ1 много-много меньше, мы получим что? Вот то самое состояние, которое я означал, которое мы назвали Пси Е. Что, я 5 не могу означать? 5, да. Такой будет 5. И 5, это будет единичный корень в 2. Вверх, вниз, минус, вниз, вверх. Ну еще плюс, на самом деле, вклад от состояния 2.0.0.2. Это который метод не приближает. Это еще Е5 написал, да? Это все написано? Е5 становится звездным, да? Е5 становится звездным, да? Вот. Вот это вот, видите, значит что? Это тоже мы как бы закрываем базар на состояние с переносом заряда, и у нас получается, что эта комбинация просто одна. Одна из частичных, однолыжных состояний. С полным спином, а на нулю. При зрении полного момента это будет 0.2. То есть смотрите сюда, что у нас было. У нас, если вот просто на загринку базар на существование этих состояний с переносом заряда, у нас было до того, как мы включили какое-то взаимодействие, было просто 4 состояния с одинаковой энергией. Потом, как бы, включаем перенос, да? Включаем перенос. И если не видеть вот эти вот верхоряда состояния, то у нас состояние высокоспиновое, с полным спином равным единицей, оказалось выше по энергии, чем состояние низкоспиновое, со спином равным нулю. Разница в энергии между ними какая? Вот такая вот. Вот такая вот. Если разложить по маленькому t, то получится, что вот это вот 2. Продвиженно равно. Давайте разложим. Давайте разложим. Ну и что будем разложить, да? У мы выносим. Получается t квадратного квадрата. 16 или пополам получается 8. Разложение квадратного корня. Так. Потом 8 еще пополам 2, а получается 4. И в итоге получится это будет минус 4t квадрат 2. Это правильно. Нет, нет, нет. У нас же язык энергии у меня не умеет. Я когда отсюда фу вынес, у меня предкординг у осталось. Здесь подкормим 3 квадратного квадрата. Потом на ум наложим и будет 4 стихи. Ну вот. То есть, эффективно это приводит к феомагнитному взаимодействию. Смотрите сюда. Опять-таки, ничего не знаю о существовании этих возражающих состояний. Я что вижу? У меня был состояние с одним электроном на одном масле, с другим электроном на одном масле. Нету состояния сопереносных зарядов. Нету состояния сопереносных зарядов. И получается из наличия генетической энергии, что состояние феомагнитное, выжитой на речи мать, это антифеомагнитное, это антифеомагнитное, слагаемое, которое, которое может быть связано вот к этому. Таким образом, наличие вот такой генетической энергии, хабаровского типа, нет, у нас уз хабаровского типа, в общем, да, наличие его генетической энергии приводит к инфеомагнитному антифеомагнитному спиновому взаимодействию. Ну, в примере двух узлов. В примере большего количества узлов заметьте, если мы следуем, если... Помните, вы выводы в обменном взаимодействии с антромеханиками? Да? Там у нас был потенциальный один обмен, там обменное взаимодействие возникало из-за полноского взаимодействия. Это была часть полноского взаимодействия, которое... В общем, состояние с одним спином, со спином... с полной спином ноль, и взаимодействие выше БН, и взаимодействие ниже БН. Там... Потенциальный обмен приводит к тому, что у нас ферромагнитное взаимодействие между взаимодействием. А это не потенциальный, это генетический обмен. И у него... И у него получается знак обмена этой головы. Другой. Так... У меня больше ничего стоит. Чуть не другое? Не знаю. Мой? Включи. Сейчас я буду помочь. Включи. 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 Уlv告. Включи. Продолжение следует... 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 Ну, на что это похоже? А, подождите, потом... Да ты чё? Ну что? Дай его демонстрировать. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы с калерами задения двух спинных конкуратов компонент реконструкции с минус ни разу не видели, что ли? Нет. Да, ну давайте вам находимся у меня. С на Рисштейн, В2, С, это спинный оператор разной природы. С, одна вторая, С плюс, С минус, аж три рода. Да, разной природы. Ну, например, на разную ночь, где я, давай, а? А, один, да, один, да, один, да. Да, все, здравится. Вам же будет приобретать вам, нет? А еще и нет. В какую форму нам есть, что ли? Да, я видел. Вот. Ты видел? Да он видел где-то книжки своей. Почему? Я как-то раз открываю. Ага. А нет, это вот. 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 Ну и давайте теперь подставляем дальше. начать. Да. А там. Да, просто. Да. Уже тоже. Да. Уже здесь штрих, но здесь тоже есть, но здесь его нет. Вот. Там прям нет. Он сказал, на что похоже. Я сказал, что получается. Вот именно, что его нет. И нам нужно его найти. И нам нужно его найти. Вот. И нам нужно его найти. Сумма по L равно и штрих плюс сумма по L не равно штрих. Вот. Ну давайте это сделаем. Вообще, с удовольствием, ты хочешь быть теоретикой? Ха-ха-ха-ха. Кроме нас. Ну да. В будущем. В будущем, я раньше сказал, что я не сказал. Но вы хотите. Ха-ха. Никаких я был. Да, да, и все, и все противам. Ну в этому черное будет. Ха-ха. Ха-ха. Нет, он ж так не будет. Ха-ха-ха, я сейчас я так говорю, потому что если вы вот в будущем так бы этим заниматься, то вам нужно уметь сумировать, там сумму переписывать и так далее. Играться со символами жилю у вас на сроку reconocer. Ха-ха-ха. Ну, если вы будете, допустим, топ-менеджером, то это лампетриция. Вот. Значит, ну давайте. Значит, у пополам, субмотов и три, сигма, n и три, сигма, n и три. Это первое число. Понятно, как оно делалось. Я взял или приравнял их 4. Дальше, плюс у, у пополам. Почему пополам? Уже не пополам. Почему? Ну, второе, первое, субмотов. Они опируют саму пополам, а тут пополам. Ну, там они разные. Видите, сигма с чертой, это сигма. А, тогда это сигма. Вот. Поэтому, к каждому оппоненту нужно посмотреть. Тут сумма, вот и. И теперь я взял на h3. Вот. И здесь сумма по сигма от противоположных проекций спина. Это как раз то, что мы находили. Это есть одна вторая. n и l, сигма, ой, n и l, умножить на n и 3, 4. А здесь плюс или минус? Посмотрите. минус, 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 4. E. S, i, grid. c. s. c. s. cos Плюс упополам. Он leima, неравров invece. i fig линиov undi. А здесь то же самое, но с плюсом. Все разобрались. Теперь Дальше. Сумма Человек А так-таки не важно, но куда засунуть Четыре идеи. Ну, это плюс, интересно, знаете. Почему? Важно, во-первых. Здесь плюс, минус там, где противоположные спины, а там одинаковые, там плюсы, которые мы получали на предыдущем слайде. Вот. Дальше здесь. Так, это у нас с женщиной, она совпадает. Так. 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 Дальше. И теперь, как и самая верхняя, то да. Да. Продолжение следует... Ну и теперь нам нужно посмотреть, что здесь сокращается. Ну что, сокращается что-нибудь? Должно сокращаться выражение school. Здесь, видите, с плюсом идет, а здесь с минусом. Здесь с плюсом, здесь с минусом. И условия суммирования одинаковое, не равно 4. Таким образом вот эти члены сокращаются. Здесь с минусом. Этот член 2, да? То есть одна вторая уйдет. И в итоге можно все это стереть. Представить только вот эту штуку. Теперь с этим членом давайте разберемся. Так. Тут четверка. J пополам. Давайте попытаемся образоваться для одного произведения. Давайте. И здесь с минусом с гленом произведения. Просто надо добавить еще. А что добавить? Вот у вас... А, тут, кстати, z. Я расширся. Там везде стоит z, но не вверх. Не вверх там произведения просто z. Здесь коэффициент. А, там еще на вторую. Все. Тормально. Понятно. Вот я прошу образоваться для одного произведения. Ну, коэффициент при dz, при dz. То есть вы не вжидает его. Понятно. Там все уже есть. Значит, понятно. Значит, коэффициент при вот этом в два раза меньше, чем коэффициент при dz. Так и должно быть здесь. Видите? Здесь какой коэффициент? j пополам. И еще прошу два. Здесь можно j пополам. То есть как раз получается то, что нужно. И в итоге мы можем это все переписать. Так. Следующая идея. Одну вторую функцию воздельного произведения будет j просто на s. s, e, g. s, e, h, g. Это все вытянно. И остается только вот. Одна вторая с зарядным произведением, которое у нас создано. Вот. И тогда, если все теперь расписать, то что у нас получится? Даль��. Какие? Я Ув September 612. И в ден trimmer тебя не согласиться? М genuine. Какие? До свидания это число, только что здесь дети могут дорожить здание, то это greatest работы придет. А сейчас где prototype, так понятно? А мы志ов smells жирныhomme здесь pénистрChr cuintи� nickel, Продолжение следует... 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 Вот это тоже стандартная форма, она тоже регулирует за форму. Я налогично вот этот съезд, поставим, то мы получим, что этот объединят и... Вот, первый страгаемый диагональный АПК, видите? Да. Диагональный АПК, а это ЕК, это что? Зонная аналогия, зависящая от импульса. Вот. Теперь вот, если вы возьмете, и вы видите, да, как определяется это состояние. То есть берется, если я сделал дебатку при образовании АПК, АС, и СИЗМА. Вот. То есть как определяется блок состояний по отношению к состоянию Бангет? Вот, вот эта формула. То есть состояние Миньи берется на разных узлах, просто копия по копия. Копия на разных узлах. Теориансационные периодности, оно не меняется при переходе, не меняется в природе при переходе к СИЗМА. Меняется просто центр. Вот. И вы с разными фазами его... берете суперпозицию. Суперсподируете с разными фазами, и эта фаза зависит от КА. То есть КА определяет, как меняется фаза в состоянии Миньии. Берете вот такую суперпозицию нормированную, и вы получаете как с блоковское состояние. То есть у вас электрон в собственном состоянии размыл по всему кристаллу, причем с одинаковой вероятностью на каждом узле. Вот. Теперь, что будет, если вы опять-таки вот этого члена не откомет наняли, и вы посадили в какое-нибудь состояние плохо уже электрон. Что с ним будет? Конечно. Ммм, конечно. Он там и будет оставаться. Причем, интересно то, что даже если это состояние не является нынешним по энергии, он все равно будет оставаться. Хотя, если будет какие-нибудь возмущения, то он будет произвести переход. То есть постепенно, если появится какое-нибудь возмущение, которое... С учетом которого комиссия уже не будет, это состояние не будет собственным. Постепенно, если это ощущение маленькое, но сутся переходы, и это состояние будет опять расплываться. То есть вы уже речали АГД, АГД, Солошинский, Нет? По-моему, нет. Вы уже Маучинский рассказывали. А, Маучинский всё равно рассказывает? Ну он рассказывает, но неаспорно. А что он рассказывает? Там это очень важно, когда вы рассматриваете физические смыслы функции клина, то там как раз это очень важно. Почему Маучинский рассказывает? Сотописиумом. Физикинедика там. Есть статистический процесс. По функции клина медведь рассказывает? А, ну вот, он вам должен подсказывать, какой смысл у него нет, полюса функции green. Так вот, как раз полюса функции green, они такой смысл примерно и не имеют. Примерно такой же, как я сказал про собственную функцию. Если вы ставите целиком в какое-нибудь собственное состояние, то он там живет лично. Кто-нибудь направляется на мучение, он стремится оттуда уйти. И теперь он начинает разговаривать. Вот. Если у вас система является какой-то сложной и сильно коррегированной, то можно выделить некие такие эффективные собственные состояния. То есть состояния, в которых электрон не живет лично, но с которых он расплывается довольно слабо. Вот это просто состояние с такой квазиэнергией будет на полюсах функции green. Вот. Обратите теперь внимание, что вот часто, когда мы с ДМС записываемся в таком виде. Здесь первый член записан в представлении «блохо», а второй член записан в представлении «манье». Да. Одна из причин, потому что места экрана. Поэтому давайте запишем второй член тоже в представлении «манье». Ой, плохо-блохо, да. Второй член тоже в представлении «манье». «Манье». А вот, да. Ну, здесь нет. Единица на коренье, он. И четыре раза. Вот единица на квадрат. Почему четыре раза? А, четыре раза, да. Четыре раза. А, четыре раза, да. Куда прополеты на n? А там потом просуммируем. Да, правильно. А когда будет суммируем по номеру узла, то там в силу применим закон сопровождения импульса, и оно будет. То есть будет реально К, К штрих и куб. Три минуса. С крест, давайте, и, ой, и уже не будет. Здесь будет К плюс К на верх. С крест здесь. К минус, штрих и куб вниз. С, К, так, так, нужно поделиться. Вниз. С, К, так, так. С, К, так, так. Штрих, вверх. Как-то так. Сейчас. Вот эти могут поменяться на стороне. Потому что с этим уголок будет. Вроде правильно. Ну, еще уфрировать, понятно? Нет. Нет. Еще уфрировать. В общем, дома проверить вам, что ли. Что здесь вот именно так, а не вот здесь штрих, кайка штрих примерно. Понятно. Поменялись местами. Вот. Значит, смотрите. Вот в таком виде взаимодействие электрона выглядит гораздо более сложно. Но зато у него есть прозрачный диаграммный смысл. Вы диаграмму изучали? Да. Вот. Какой диаграммный смысл имеет? Какое выражение? Ну, понятно. Это вершина электронного взаимодействия. То есть у вас присутствует вершина. Входят два электрона. Один имеет спину вверх. Вот они входят. И импульс на штрих. Вот они заходят в вершину. А потом они рассеиваются. И один электрон приобретает импульс. Так. То есть у нас к – К – Кр – Кр ñ Кр – Кр – Кр вниз, а другой Кр – Кр – Кр. Вот видите, какой красивый вид. То есть один электрон придает импульску другому. Причем суммарный импульс сохраняется в вершине, это следствие закона спинного спина. Импульс. Нет, спина. Локального спина. То есть сохраняется и спин, и импульс. И суммарный спин, и суммарный импульс. Причем вершин нет, он локальна спина. Глобальная, просто ему приставила локальна. При каждой из-за меня естьanha с ними смотрите «суммарные входящие с тем равен суммарному входящему» и «суммарные входящие» равен суммарному входящему. Что можно делать с этим человеком? Можно устроить диаграмму технику? Если читать «у» в отмещении? Да, а если читать «у» в отмещении, можно строить диаграммы их технику. Как это делать? Что делать? Простоhaupt, фунтов. Наберется. Потом наберется действие, появляется возмущение, пропагается в ряд, применяется лео флика, и все. На фигу всего. То есть все очень просто. То есть можно рассматривать перенормировки этого взаимодействия, и тогда у У появится еще индивидуальная зависимость, если его перенормировать за счет взаимодействия. То есть существуют разные методы, а есть обратный предел. Когда вы наберете в качестве стартового, вот этот член рассматриваете вот это даже возмущение. То, что делал Леонид Ильич в последней части своей части. Вот. И сразу разные есть подходы. Короче, это очень сложная задача. Но уже скоро конец этого. Это удача? Нет. Вот. Нет. 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 Я тут заготовываю вам. Подказываю, да. Сейчас. Много всего укусишь. Давайте немножко хотя бы начнем. Ну так. Просто, чтобы подверглись в следующем разу. Это серьезная задача. Вот. Основная сложность Иньевена Хаббарда состоит в том, что не является одной электроном. Почему? Этот член является одноэлектронным, а этот не является. Поэтому наиболее простые способы его обработать – это эффективно сделать этот гометриан одноэлектронным. То есть попытаться заменить выдачное взаимодействие таким членом, таким вот одноэлектронным членом, который был близок вот к этому. Как это сделать? Давайте посмотрим. Добавляет сделать следующее. Посмотрим в такую штуку. n и вверх минус n и вверх среднее на n и вверх минус n и вверх среднее. Что это? Это теоретическая срединка. Давайте раскроем. Раскроем этот коррелятор. Что получится? Вот. Н и вверх минус n и вверх среднее. Минус n и вверх среднее. И плюс n и вверх среднее. И все следует. Вот. Нет. Внешнее. Ааа. Да, точно. Сейчас, подождите. Нет, извиня, я не знаю. Просто рассмотрим произведение. Вот. Так вот, смотрите, что здесь берется? Понятно, что он с мыслями берется в среднее. Или нет? Это теоретическое среднее. То есть у вас есть комитетниан. Если есть комитетниан, то он порождает матрицу плотности. Эта матрица плотности позволяет вам считать любые трекляторы. Вот. Что такое? Геро? Это что? Не бери строку. Да, да. Может, какой-либо варзас? Я пишу. Я пишу. Нет, так пишу. Все продвинутые. Я пишу. 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 Это не место. Какие-то просто. Там есть красавица. Что такое стыр, знаете? Трейс. Трейс, да. Есть еще устаревшее, это назначение английского? Да. Классика это. Это не место английского характера. Это еще современ Ландау? Что у вас сказалось? Я сказал, что... Не знаю, что такое трейс, да? Ну на самом деле Китер, да. Да, но если бы не местный школа не хирял, то все использовались для S&P То есть любой средний оператор может упустить по такой формуле RU это матрица плотности Хотя на самом деле это практически довольно сложно бывает Но формально цена может где-то записать Идея состоит в том, что, смотрите, вот этот член у вас входит в сумму под гомеотониям, видите? Эти члены одна электронная, видите? То есть это N из кем вверх умножить на какое-то среднее, которое является числом Это тоже N из кем вниз на какое-то среднее, которое тоже число Как говорят, C число, знаете? Термом C число C число Да, C число А это произведение двух C чисел А здесь, смотрите, более интересна левая часть В левой части стоит произведение отклонений оператора вот по среднему Вот Так вот, мы можем приближенно считать, что это 0 Проближение среднего поля Да, это будет приближение среднего поля Да, это будет приближение среднего поля Можно приближенность среднего их произведения заменить просто на 0 Вот Хотя вот, насчет приближения среднего поля есть тонкости Причем очень много тонкостей Ну... Ну... Что ж? Нет Полно приближения На самом деле, тонкостей полно, потому что в приближении среднего поля существует просто миллион видов То, ты ведь думал по объектам среднего поля? Ну вот это же хабра Да? Нет А Вообще в мире А Ну есть два варианта, правиль или неправиль Вообще-то одно ещё вот такое Ну да, ну конечно Может быть я это дар Не правильный то это певец Не правильный? Не правильный А этот певец Не-не-не-не-не-не-не-не Монтербайльс Я понял, что такое модель? Фига! Вы обещали средний вопрос? Он даже не для статфизики Он даже не знал, что это движение среднего вопроса, но ничего? Это модель термодинамики сделал В уровне Монтербайльса В уровне Монтербайльса это движение среднего форта Это результат движения? Да Будут знать На самом деле Теория среднего поля очень сложной Потому что есть еще динамическая теория среднего поля Есть теория среднего поля Например Когда у вас Это среднее Не является, грубо говоря, параметром порядка Когда вы так делаете Представляете, что это среднее имеет все-таки определенный смысл Загляд тоже не всегда Не всегда так Вот Ну, ладно, я думаю, может быть в прошлый раз Следующий раз обсудим Но мы сейчас просто заменим это произведение на ногу Если мы не будем, то все хорошо Ну да Тогда посмотрите НИ вверх на НИ вниз Заменяется на НИ вверх НИ вверх среднее И вот это произведение подставляется вот сюда. Тогда можно переписать минуты дня. Причем давайте еще вот что заметим. Мы предполагаем, что порядок в системе является транзакционным вариантом, поэтому вот это среднее не зависит от номера узла. И просто будет заменять нагляну с конденсацией вверх. Кроме там волна зарядовой плотности мы исключаем. Да. Но там и только традиционная вероятность есть. И волна зарядовой плотности? Да. Но там еще тоже произвание. Даже дисплина в этом тоже есть. Не-не-не. Это полость, когда период не более. Ну и раз, где-нибудь. Пяти петочек. И вот тогда там возникает магнитная зона плотности. Или зарядовая зона плотности. Беру по простому. Да. По простому. Мы люди простые. Так. Значит, ЕК. И давайте сразу, я, кстати, вот что отметим, что СКСССССССССССССССССР Вот. Такое равенство. Легко проверяется. Мы можем проверять. Либо сказать, что это очевидно. Почему это очевидно? Потому что это сумма операторов заполнения. Правильно? Состояние. Полная сумма операторов заполнения. Это полная сумма операторов заполнения. Это оператор числа частиц. Но это тоже. Полная сумма операторов заполнения он уже полузам. Но это тоже исператор числа частиц, поэтому это правда очевидно. Кто это относ mosquito.? Оператор числа частиц с DS вверхле Сarsi. Да. Поэтому, что мы делаем. Итак, мы берём, оставляем вот эту сумму по i, и вот для этих двух членов заменяем сумму по i на сумму по k, а это оставляем, умножить и тогда мы получаем сумму n, давайте, плюс u на n вниз, средний, умножить на n, ну и давайте, ck вверх, ck вверх, плюс u, n вверх, средний, на c, ck вниз, ck вниз, и плюс, точнее минус, u на n и на n вверх, средний, m вниз. Проверяйте. Значит, здесь сумма относится? Понятно? Или нет? Вот. Вот. Может понять, что из этого цели? Что? Вот. 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 Это понятно, что делать, да? Да, понятно. Значит, какое явление описывает Детка Митиня? Вы мне, наверное, скажете. Это не что иное, как зонный фермоагметит. Почему? Потому что, смотрите, у вас Детка М приобрел одноэлектронный вид, да? Почему? Потому что, смотрите, оператор энергии является диагональным по индексу КС. Видите? Он диагональный. Вот. А на форме энергии выступает вот эта сумма. То есть ЕК, в зону энергии добавляется произведение У на средние 4 трона в противоположной спиновой зоне. Уже мы разберились. Да. То есть у вас есть зона со спином Веркса, которая характеризуется одной энергией, и зона со спином вниз, характеризующая другой энергией. В парамагнитной фазе у вас обе зоны имеют одинаковую энергию. То есть это как обычно это рисует. Вот у вас, как лучше рисовать долгосостояние. В парамагнитной фазе у вас есть полное состояние для парамагнитной фазы. То есть, смотрите, плотное состояние для парамагнитной фазы, то есть, смотрите, плотное состояние для спины вверх или спины вниз одинаково. Так, как только, смотрите, у вас появляется какое-то увеличение. У вас, стоять, стоять, стоять. Что вы, по-моему, не знаете? Да. Как-то так. Ммм? Вот вон, вот вон, что надо быстро говорить. Ммм? На конечном состоянии. Где? Где? Нет СММ? Нет СММ. А форму? Да. Как вы, вот, знаем, у меня Эпсилон кадры, как найти РО? по христиану? Так, понятно, кстати. Ух! Хе-ммм. Ясный… Вон, да, еще раз. Как там в состоянии, формула? Число в состоянии, наверное, дырки. Это… Это детские ответы. Как или… Как… По какой формали можно начать? Ах-ха-ха-ха-ха-ха. Ах-ха-ха-ха. СМЕХ 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 Давайте так Дельта Е минус ЕК Так О! Но это ещё не всё Вы должны уметь этой формой пользоваться Через ту самую сегмину Через бимую часть, как говорится Ну, для фаномов А для фаномов то же самое Для электронов Если есть определение по энергии, то есть полость приятных Смотрите Как можно перейти Суммирование ПУК Интегрирование Здесь Здесь Интеграл ПУК Не Так Так А Нет Просто так Ну я считаю, конечно Постоянная Перекладаешь, что постоянные шутки единицы Да Объём еще Да, ну то есть объем еще можно, конечно. Ну ладно, объемом электроточек V0 будет. Где-то в 4 или в 0, где-то в 3. Вот. Как это можно дальше упростить в эту формулу? Вопрос с аудиторией. Значит, упрощается вот так. Единица на номер b, ступень d, зыграл или сигма, на краниент. Тоже полезная форма? На краниент с капустом. Почему на краниенте? А потому что сразу из него видно, откуда сигмулярность и мукова будет. Ааа. Ну и здесь есть, вот на этом попасть. Здесь у меня. На краниенте нет. Не, на краниенте есть. На краниенте. Ну это так условно будет. Вот. Теперь, ну вот это я. Значит вы можете для квадратной решетки и для линии цифрочек прочитать квадратную систему. Для линии цифрочек и желео это с косимусом. Где он? Где он? Вот там, 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 можно сказать для квадратов, вот частот, по-ноу. Ну это то же самое, что по-ноу. Вот так. Ну, гораздо интереснее для квадратной решетки. Конечно, гораздо. И приближение у ближайших соседей. Там энергический интеграл. Да. Вот. Значит, смотрите. Вот квадратный состояние. Для исходного гамилитериана. Вот этого. Когда у вас нет взаимодействий. Или, теперь для этого гамилитериана. Смотрите. Когда у вас n спин вверх равно n спин вниз. Это означает, что у вас система парамагнитная. И тогда у вас поправочка вот этих спектров не зависит от сигма. Она одинакова. Для n вверх и для н вниз. И для сигма равно сигма вверх и сигма вниз. Да. Но поскольку у вас энергия одинаковая. Это все свойства. Верхней спинной подзоны. Нижней спинной подзоны одинаковые. Но круг смещения, не знаю. Это одинаковое налет. Это вверх и нижней. Да. Потому что вот эта поправочка играет роль смещения. Как только у вас... Уже все, надо заканчивать. Да. Вот эта фигурка на грядок. Режурки разрешения не имеют. У всех есть такая фигурка? Нет. Угу. 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 Ну, короче. Если мы рассматриваем движение по бесконечным мерам режурки bt, то она у нас такая вот. Что-то режурка бета знает. Режурка бета. Да. Ты что-то не досчитывали, да? Нет. Ничего страшного. Я сказал, что она очень похожа на фигурки бета. А? У нас оба. Так. Нет. Реально там и зло у них есть, не могу считать. Да. Ну, вы посчитайте сам и умеете. Значит, смотрите. Вот эта поправка энергии, да, происходит сейчас взаимодействие. Она, видите, как правит роль сдвигает. То есть она не зависит от ка. Это очень важно. Для всех ка у вас одинаковая поправка. Но зато она зависит от проекции спины. Вот. В этом случае у вас реализуются парамортизм. Но если у вас они отличаются, да, это означает, что у вас реализуются ферментники. Тогда вот, смотрите, одна поправка стала больше, чем другая. Да. То есть, произошло следующее. А можно еще. Его надо понимать, что вот с теми начертили, там еще должен быть уровень фермент. Да, видишь? Все понимают, что там нормализм должен. Вот. Но эта сухолевая фаза, вне зависимости от того, его уровень фермент, все удалось. Здесь верхний и нижний так, как подходит. Да. Есть уровень фермента. По энергии, да. И тогда заполнено все состояния ниже уровень фермента. То есть, вероятно. Здесь пришло. Вот. В каких состояниях больше? Верхние. 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 Больше, да. Значит, по какой формуле можно найти? Давайте найдем. Число электронов в верхней спиной. Верхние. 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 Говорите вам. Какая там формула? Верхние. 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 Смотрите, вот это мы нарисуем плодное состояние для ρ. ρ в общем случае для всяких поправок. А что будет здесь поправка? Как найти плодное состояние в этом случае? Плодное состояние число заполнения. Смотрите, как... Смотрите, должно быть FEDRAL, UDK Ну или давайте сумму взять, потому что проще Смотрите, в этом пока, в этот момент, здесь будет EK плюс UNSIGMA, чертой средней, должно быть меньше FEDRAL. Вот. И сумма операции от чего? Вот. Ну что нужно порционировать, чтобы получить число заполненных состояний? Изразумение число должно получиться. Что вы суммируете? Нет. Хорошо, от чего я вспомнил? От нуля. От нуля. То есть смотрите, если у вас до данного K EK плюс, то есть эффективная энергия оказывается меньше, чем энергия первая, то состояние не заполнено. Если оно больше, то состояние не заполнено. Поэтому нужно порционировать, сколько единиц, сколько заполненных состояний. Вот. Дальше. Что мы делаем? Мы можем переписать это через антиграф. Пару, да? Так. 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 Эпсовым. Точнее, не отлично. Нет. Сейчас. Эпсовым. Угу. Раз. Понятно, да, что это операция провансильная, да? Добавил интеграл, да, это функция. Затем, что я сделал, я могу поменять местами сумму интеграл, поменял, потом я могу ЕК заменить на Е, и сумму пока взяли. Ну, это понятно. Вот и в итоге что получится? Синица на Н, интеграл ВД-эксилан. Причём, Эксилан должно быть меньше плюс кукуртами. Сигна чертует, это будет меньше, чем Эксилан. А здесь должно стоять РО. Вот Эксилан. А Эксилан, наверное, ушло. А Эксилан ушло, потому что оно входит в принятии выноса состояния. Да. Обычный РО. Вот. Ну, здесь уже дальше просто. Ну, если вернее перейдёт? Да. То есть верхний предел уходит Еферму минус Ку на Н Сигма Сигма. Вот. Это число состояние с проекцией Сигма. Эксилан. Вот. Ну и, соответственно, вот интеграл здесь даст вам число состояние спинномер, и т.д. Концентрацию первой спиновой зоны. А нижний интеграл, или площадь под графиком, даст �., концентрацию состояния под спинномерзии. Вот. И т.д. Настолько эти числа с состояния не совпадают, это станет ферономидное сосредоставное состояние. Вот. Ну, какое принципиальное отличие между, каким феромогидным состоянием и феромогидным состоянием, которое мы находим в воде Кейзингере. Какое феромогидным состоянием в воде Кейзингере? Ну и как оно выглядит? Главная функция основного состояния какая? Что, если это основное состояние? Это фермагнитное основное состояние. Это у вас все узлы, все спины на всех узлах направлены в одну сторону. И поэтому аналогичность какая? Средняя единица. Ну, одна вторая, да. То есть средняя проекция спины одна вторая. Здесь ситуация совершенно другая. Здесь у вас аналогичность определяется как разница числа спином вверх и числа спином вниз. То есть n средняя вверх, минус n средняя вниз, пополам. И как вы видите, это число может быть очень мало. Далевая одна вторая. Может быть там... Даже при нерывной температуре может быть сколько угодно малая величина. И в пределе это вообще норма, естественно. И когда мы получаем плавный переход в парламентную фазу. И так далее. И так далее.